сегодня 7 апреля 2019 года большой церковный праздник благовещение как красиво уже распускается лимонник сад еще спит совсем только-только вот на яблони начинают просыпаться почки у меня в саду гуляют и большой вред приносят для деревьев разгребают все поэтому я вот начала в интернете смотреть чем же накрыть такое чтобы сначала вот я накрывала шифером на зиму там мы подсыпали ямки компостом потом накрыла да все хорошо но сейчас там развелось под этим шифером столько муравьев что страшно и поднимать куры сразу все это разгребут начала гуглить в интернете вот предлагают сетку да мне этот способ понравился вот сетку нашла какую-то бушную старую но вот там где не хватило моментально конечно куры устроили себе купальню гребутся там лежат на боку и балдеют а мне от этого только вред вот и думаешь нужны эти куры или нет если не такой вред приносят а не закрывать жалко же они же так наклюются всякой зелени и червячков разных поедят яйцо будет более здоровее и вкуснее и тут такая вот дилемма двойная то ли сад весь разрытый то ли кур не держать на яйцо вот как красиво цветет фиалочка и она как смотрите куртиной такой разрастается такая красота куры и и не трогают еще чуть-чуть и зацветет золотистая смородина мне очень нравится как она красиво обильно цветет правда недолго несколько дней и все лепесточки опадают желтая красивая золотистая смородина тоже приходится прикрывать от кур все разгребают это вот другой сорт кустика золотистая смородина у нее уже так хорошо наросли листья все мои куры разгребают все и начинает активно цвести кизил у меня три куста кизила один вот старый уже больше 20 лет наверное уже под 30 ежегодно плодоносит среднего срока созревания вот такая красота такой красивый кизил посмотрим на огороде под зиму сажался чеснок а зимой сорта два разных видите один более уже крупные листья и более зеленые а этот помельче зубчики и он как бы и поменьше сами растения хорошо уже просыпается жимолость готова уже скоро зацвести еще чуть-чуть тепла и зацветет в этом ряду еще куз золотистой смородины уже плодоносит хорошо это под пластиковыми бутлями у меня черенки хвойных в прошлом году есть несколько видео все хорошо прекрасно перезимовали все поливались уже несколько раз потому что сухо потеплеет буду снимать вот эти верхние крышки вот еще одна жимолость вот как выглядят тюльпаны на 7 апреля здесь сорт априкот мне очень нравится оранжевый такой а это махровые желтые поздние так вот лаванда перезимовала прекрасно это всходит белая лилия лекарственная я ее использую для лечения для оздоровления с медом делаю такой состав это лилия лекарственная белая плохо сильно поедается вот этой луковой жужжалкой или как она там правильно называется журчалкой надо посмотреть пойти дома как правильно называется 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 луковая трещалка оранжевый такой жучок он сильно поедает эту лилию вот уже подвязанные обрезанные ряд ежемалина тайбери и ремонтантная ежевика black magic вот так она выглядит в этом году у меня хорошо перезимовала просто прекрасно жалко было обрезать поэтому отдельные побеги высотой метр двадцать даже где-то но еще саму листву не успели сгрести здесь наложу мой компост который я готовила с бакашами а сверху грибным компостом вот так хорошо уже зеленеет куст крыжовника называется сорт защитник хороший сорт красивые крупные ягоды вкусные это так выглядит на 7 апреля красная смородина ровада много о ней информации сильно распопуляризированный сорт на самом деле она очень очень кислая это красная смородина любимая ожидала от нее чего-то большего она слажа ровады но и не особо крупная и не особо сладкая ничем особо меня не впечатлило называется сорт любимая вот очень понравился сорт черной смородины называется няня это из новых сортов во-первых видно что он достаточно ранний устойчивый вредителям плоды крупные сладкие вкусные очень понравился вот один рядочек пропололи уже щавель я пересаживаю где-то один раз два три года это клубника еще не обрабатывалась но весной по снегу талому я ее посыпала аммиачной селитрой слегка еще надо срочно ее полоть убирать засухшие старые листья и приводить в порядок это два сорта чеснока зимого повторюсь видно разницу сразу справа это крупный чеснок на 4 зубчика слева это там по 6 зубчиков и они более мелкие посредине в прошлом году пересадила вот на новое место очень вкусная крупная сладкая клубника сорт называется столичная это украинской селекции ряд ежевики бесшипной обычного плодоношения я почему-то ежевику наравне с малиной люблю и уделяю ей много внимания уже подвязала полностью эти все кусты и муж вот навозил сняв в курятнике верхний слой подстилки здесь в основном опилки с куриным пометом но опилок здесь конечно намного намного больше и вот немножко снял верхнюю часть уже утоптанную курми мы развозили под эти кусты на такую подкормку хорошо реагирует малина и ежевика вот под кусты смородины и и уже нужно немножко с осторожностью ложить такую подкормку потому что может быть жарование кустов купила очень дорогую и не очень красивую по качеству ремонтантную малину рита продает известный у нас в украине центр ежевики малины у них уже тоже раньше брала малину полка была очень довольна а этот на этот раз купила вот малину рита каждый саженец с открытой корневой системой пришел как-то я не обратила думала по цене что это с закрытой а когда получила посылку получается что с открытой корневой системой я конечно ужаснулась опять пошла наш сайт начала смотреть и действительно по 45 гривен кустик с открытой корневой системой теперь уделяю этой малине повышенное внимание регулярно поливаю но тоже будет засыпаться грибным компостом вот появляется росточки любистка всегда хотела его завести покупала и на рынке и как-то он все время не рос а в прошлом году вырастила его из семян и кстати там сеяла 10 семян и зашло только два семечка вот здесь и посадила я эти два кустика это любисток люблю его запах вот так выглядит на 7 апреля ревень крупнющие листья растет у меня за кизилом с северной стороны как раз такое затемненное место что здесь не сажала ничего не растет вот посадила ревень ревень себя чувствует здесь прекрасно будем уже скоро культивировать огород может быть завтра даже если получится взять и потому что весна поздняя значит будет дружная и все придется в кратчайшие сроки сразу делать вот вишня встреча низкорослый сорт у меня во дворе была встреча уже пропала она как-то быстро отходит было лет 15 и уже пришлось спилить но ее же можно купить вот это вот нас радует уже вот будет третий или четвертый год вишня встреча очень очень нравится сорт ранний среднего такого ближе к среднему срок созревания но все-таки достаточно ранее не самое ранее но достаточно ранее и очень очень вкусная вкус как вишни черешни такой очень сбалансированный вкусный вот позавчера привезли машину грибного компоста меня спрашивали в комментариях что такое как вы делаете грибной компост я его не делаю я его покупаю это после выращивания грибов в теплицах продают вот этот компост он каждый блок в отдельном кульке и когда уже урожай грибов собрали вот этот компост тоже продают мы его развозим по огороду он действительно улучшает структуру почвы тем более что и наша почва была все-таки кисловата а здесь вот в этих блоках я смотрела в интернете здесь как в каждый блок когда делает вот этот состав для выращивания вон еще видны шампиньончики маленькие для выращивания грибов то обязательно туда добавляют доломитовую муку или даже известь и мел и это для нашей почвы как раз то что надо стараюсь покупать его каждый год этот грибной компост и вот эта вся куча постепенно уйдет конечно на весь огород раньше мы развозили перед с пашкой развозили освобождали от этой полиэтиленовых пакетов развозили по огороду и потом все это перепад разбрасывали по участку и все это перепахивалась а сейчас мы вот этот компост покрываем уже посаженную картошку и это как бы идет мульча сразу для картошки мне так больше нравится такой способ просто сверху по посаженной картошки так как у меня узкие грядки рассыпаем достаточно толстым где-то в 15-20 сантиметров слоем вот этого грибного компоста и это идет как мульча для картошки еще одна вишенка встреча тоже низкорослая карликовая но высотой не больше полтора метр восемьдесят и покупала у разных производителей и она немножко разная это вот о которой я раньше говорила вкусная и это вкусная но все равно по вкусу немножко разные и начало созревания тоже где-то на 5-7 дней разница вот вам но видно что тоже низкорослая тоже карликовая тоже вкусная но разница в начале созревания вот вам и две встречи и мои молодые кизилы вот это один более ранний называется сорт светлячок но мне он не нравится потому что он красный а возле плодоножки еще зеленый хотя по вкусу хороший но какой-то на на внешний вид не сильно нравится сорт светлячок и вот это сорт в и дубецкий это киевского ботсада выведенные сорта привитые вот поросли надо обрезать вот красиво уже цветет очень крупные плоды и вкусные эти плоды в и дубецкого полностью полностью красные такие темно-бордово-вишневые абрикос голдрич вы знаете покупала его на карликовом подвое точно не скажу какой карликовый подвой но точно знаю что нам на карликовом и очень недовольна все таки абрикос надо покупать на жерделе как у нас говорят привита или на каком-то диком сеянце потому что вот этому абрикосу уже наверное лет семь наверное седьмой год а урожая мы еще не видели первые плоды съедали с долгоносиком я стараюсь не обрабатываться от от вредителей поменьше химии потом были заморозки во время цветения и вот в этом году очень очень много цветочков но опять же не знаю если раскроются цветы абрикоса и будет заморозок понятно что абрикос не будет если будет заморозок пока надеемся на тепло но почки уже готовы к цветению третий год растет уже привита на жердели абрикос цунами очень ранний еще не плодоносила ни разу вот в этом году если повезет попробуем первые ягоды отзывы самые-самые превосходные об этом сорте один из самых ранних в конце июня уже вроде бы должны быть плоды устойчивые к заболеваниям но вот подмерзание какого-то комедитечение действительно я пока не вижу ну посмотрим какой цунами давай нам покажи свои вкусные плоды алыча злата скифа новый сорт украинской селекции плоды должны быть желтые такие с оранжево-розовым румянцем очень вкусные должны быть третий год саженцы в этом году если не будет заморозка уже попробуем первые плоды а вот довольно уже взрослая дерево абрикоса называется робада ему наверное уже вот пятый год медленно нарастала первые пару лет а потом петух кричит на дождь а потом резко пошло вверх плодов мы еще тоже не пробовали в прошлом году как-то цвел но ни одного плода не завязалось так это дерево какое-то болезненное камень где течение постоянно весь ствол такой побитый я стараюсь замазывать садовым варом но вот по болезни устойчивости мне этот сорт конечно совершенно не нравится и что в нем не еще тоже не нравится вот конечные веточки на концах дают такую как бы метелку побегов и там как правило есть и заболевшие веточки вот еще метелка побегов и видно такие засохшие веточки ну по устойчивости к болезням мне этот сорт совершенно не нравится какой будет по вкусу конечно посмотрим тоже готовится уже цветение цветет медуница ряст медуница сильно сама агрессивно разрастается сеется сама сеется приходится ее контролировать ряст ряст кстати тоже но зато что красиво сейчас покажу пару фотографий у моей подруги у нее уже просто в саду лесная красота уже отцвели подснежники цветочки стараюсь обрывать чтобы не сеялся подснежник по всему двору сейчас красиво цветут пролиски пролиски у нас двух видов вот такие и есть совершенно другого вида но он меня в другом месте вот пролиска сейчас конечно цветет уже отцвели крокусы вот синий уже отцвел сейчас желтенький тоже уже отцветает моя любимица магония подуболистая вот уже по выбрасывал такие красивые огроменные соцветия будет свести вот скоро скоро через неделю если будет тепло уже полностью весь куст зацветет на забор развалился этот куст конечно вот здесь ступеньки и я обрезаю чтоб сюда не мешали на ступеньки побеги а так конечно куст шикарный магония краснолистый барбарис и карликовая сосна горна прекрасное сочетание барбарис уже красиво красиво открывается вот нарцисс хочет свести пересаженные только в прошлом году тюльпаны люблю махровые вот здесь под домом с южной стороны но под кустом жим под кустом барбариса конечно и вроде тепловата и темновато но вот махровые тюльпаны уже бутоны такие и морозник мой белоцветковый вот такие еще не оборвала прошлогодний надо его не оборвешь надо обрезать прошлогодние листья такие которые уже сильно за зиму посохли за лето нарастут новые листья сейчас вот в полном цвету но куст на этом месте уже довольно давно растет и поэтому я повижу что он как-то начинает стареть тоже могу сказать про морозник красноватый по моему называется такие были шикарные кусты и сейчас он уже начинает пропадать но больше около 20 лет точно растет на этом месте вот один куст вообще уже как бы выпал один еще выбросил цветочки но подумать надо его видно надо пересадить на новое место вам желаю всем хорошего настроения и урожая в этом году всем пока пока